Мы как-то записывали видео про русофобию в Турции, но это было достаточно давно. Ситуация в Турции меняется, особенно в свете приближающихся выборов. И мы решили осветить повторный вопрос отношений турок к приезжающим иностранцам. И кое-что точно поменялось. Мы бы это назвали неприятные звоночки. И ярые патриоты точно окажутся довольны. Вы на канале Турки Спейс, я Олеся. Я Владимир. Погнали! Сегодня февраль месяц, и по сравнению даже с летом ситуация реально постепенно меняется. И здесь мы не можем говорить совершенно точно, отношение изменилось именно к обладателям российского паспорта или вообще ко всем иностранцам. С нами и не только с нами произошло несколько случаев. Но обо всем по порядку. Не секрет, что в странах, где активно развит турист, быть туристом-иностранцем, это значит быть на чеку, чтобы вас не обсчитали в магазинах, рынках и тому подобное. Или не продали вам товар втридорого. Только потому, что вы иностранец. И Турция этим тоже грешит. И живя в Турции, постепенно уже понимаешь, что нужно делать, чтобы тебя не обсчитывали. Выучить несколько фраз на турецком, заводить знакомства с местными. Но сейчас эти трюки нередко не срабатывают. Ну то есть, если вы идете на турецкий рынок за продуктами или совершаете покупки у тех торговцев, у кого делаете это обычно, то все будет норм. Торговец вас уже знает, улыбается вам, перебрасывается несколькими фразами и называет реальную цену товара. Но если вы идете в незнакомое место, где нет никаких ценников, а цену называет торговец, то велика вероятность, что услышите вы цену выше реальной. И не помогут ваши турецкие слова. Но торговаться вам не запрещают. Или, например, вот ситуация с сим-картой. Вова, расскажи, как ты офигел, что произошло с тобой. О, да. Это довольно-таки интересная история. Понадобилась нам новая сим-карта. Я пошел ее купить. И зайдя в несколько офисов, я наблюдал одну и ту же историю. Я захожу, говорю по-турецки, что мне нужна новая сим-карта. Мне говорят тамам, спрашивают кимлик. Я им предоставляю. Они куда-то звонят, называют номер моего кимлика, говорят, что он получен на документы России, этот кимлик. Все, ложат топку и говорят мне 700 лир. Хотя карта как бы стоит не 700 лир. 450. Ну, в общем, везде, где только видят, что ты ебанжи, сразу же тебе минимум 700 лир за обычную сим-карту. Я еще мне нужен был тариф, на который мне, ну, в принципе, мне там не нужен ни интернет, ни минуты, ни смски, ничего. Просто вот, чтобы был номер. Да, когда раньше с этим не было вообще никаких проблем. И даже еще летом без кимлика, а за гранд-паспортом просто они просили 500 лир. И то мы считали летом, что это дорого, очень дорого, 500 лир за сим-карту. Причем с кимликом на 350. Да, с кимликом 350 она стоила. Ну вот. Ну вот. Или нас очень смутил тот момент, что собственники стали отказываться подключать на себя коммуналку, когда раньше с этим не было никаких проблем. Ситуации пока не сильно много, но раньше мы с ними не сталкивались. И это, если честно, неприятно. А особенно в свете проблем с ВНЖ, про которые, кстати говоря, пока нет никаких положительных новостей. Возможно, напряжение в обществе связано с предстоящими выборами, которые, кстати, перенесли с июня на май месяц. И мы с нетерпением их ждем, так как ощущается, что исход выборов в этом году определит многие порядки в стране, в том числе и место иностранца в турецком обществе. Напишите в комментариях, вы ощущаете какие-то изменения по отношению к себе, как к иностранцу в Турции? Интересно послушать. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить полезные видео. Нажимайте колокольчик и ставьте лайки. Обратная связь в комментариях и через почту, указанная там под видео. А также под видео есть наш сайт, куда можно обратиться за помощью в аренде квартиры. При желании, вы всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. Обнили-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.